Девушки отдыхают Девушки отдыхают В ритме регги островитян Изучи Риос мы переехали в другой курортный город Северного побережья Монтега Бэй Монтега Бэй по праву называют туристической столицей острова Здесь находится второй международный аэропорт страны, куда и прилетает основная масса туристов Именно отсюда они разъезжаются дальше по острову или остаются в гостеприимных отелях Монтега Бэй Кстати, как раз наш отель находился совсем рядом В пяти минутах езды от взлетно-посадочных полос Но самолеты нам абсолютно не мешали Ни шума, ни суеты вокруг Все продумано настолько, чтобы гости чувствовали себя как дома И у них не возникало проблем с отдыхом Но вернемся к городу Как я уже упоминала, Ямайка была открыта экспедиция Христофора Колумба в далеком 1494 году Так вот, корабли известного первооткрывателя пристали к ямайской земле именно в районе Монтега Бэй Видать, после морских скитаний местность Колумбу показалась тихой и спокойной В небе светило солнце, а в бухте не было больших волн И глядя на столь умиротворяющую картину, мореходу пришла в голову светлая мысль Назвать поселение заливом хорошей погоды Но, как и с переименованием Ямайки, у него ничего не вышло Из залива хорошей погоды оно превратилось в залив сало Все дело в том, что начиная с 1510 года Испанцы начали активно осваивать территорию острова А порт в Монтега Бэй служил местом транспортировки Огромного количества отнюдь не морских свинок А больших и упитанных свиней В которых все те же испанцы через Ямайку ввозили в свои колонии Южной Америки И вест Индийских островов Испанское слово Монтега, то есть сало, и дало название городу Хотя в 1655 году, после того, как испанцев на Ямайке сменили англичане Звучать оно стало немного по-другому Монтега Бэй Сами ямайцы называют его еще проще – Мубай Вот такое красивое звучание у такого приземленного названия Сейчас Монтега Бэй – это первоклассный курорт, где частенько отдыхают известные и богатые люди мира Здесь множество фешенебельных отелей Для любителей глубоководного плавания есть подводный парк Для гурманов – кафе и рестораны Белоснежные песчаные пляжи для загара И 5-18 луночных полей для гольфа Которые открыты для всех почти круглые сутки Добро пожаловать на Ямайку Наш отель Sandals Inn расположен в Монтега Бэй Туристической мекки Ямайки Монтега Бэй – это гостеприимный дом ямайского джаз-фестиваля И других музыкальных фестивалей, проводимых в нашем городе ежегодно Например, каждое лето на фестивале регги здесь собираются всемирно известные исполнители И ночи в это время, как, впрочем, и всегда, пульсируют в такт с зажигательным музыкальным ритмом Добро пожаловать на Ямайку Ямайка – никаких проблем В окрестностях города расположены старинные дома плантаторов Где туристам показывают, как возделываются тропические культуры Для поклонников дикой природы всегда открыт природный заповедник Монтега Бэй Где водятся крошки калибри Правда, мы их так и не увидели И есть возможность прокатиться по реке на каноэ или сборных плотах Только что мы вернулись к так называемому тьюбингу Тьюбинг – это сплав по реке среди джунглей Справляетесь в тропических джунглей На небольших таких лодочках, которые связаны в единый плот И вот посередине можно попрыгать в реку с корзанки В общем, замечательно, это легкое включение Развлечение это для особо ленивых туристов И нам оно не особо понравилось Драйва никакого Эффект такой здесь возникает только потому, что кажется, что ты здесь очень давно И бывал здесь уже не раз Нету такого чувства, что тебе здесь не рады Здесь тебе всегда рады, как будто все здесь твои родственники Что тебе понравилось здесь больше всего пока? Природа Природа И воздух Он к меру влажный, к меру жаркий Все здорово Вообще, Ямайка, живущая в ритме регги, незаметно затягивает всех приезжих в свои сети размеренности и ленности Хочется просто лежать на пляже или в тени пальмы Пить кокосовый сок и ничего не делать На самом деле, работать здесь очень хорошо Опять, честно говоря, не очень хочется Вся природа жизни на Ямайке приводит к тому, что человеку хочется лечь под парму На берегу моря И ничего не делать Время здесь останавливает свое течение В Монтега-бэй расположены Галерея искусств индейцев Художественная галерея Heavens Музей Грибут Great House С прекрасной коллекцией старинной мебели, музыкальных инструментов и карт И музей Blue Hole Будучи центром курортной зоны северо-запада Ямайки Монтега-бэй является местом сосредоточения почти половины всех самых роскошных и дорогих отелей страны Здесь есть все, что только можно придумать и купить за деньги Днем на выбор Экскурсии, морские прогулки, купания и солнечные ванны Правда, чтобы загар не перешел в ожог Надо обязательно пользоваться солнцезащитными средствами На Ямайке, как и везде на Карибах, очень высок уровень инсоляции Поэтому на первых порах на пляже необходимы солнцезащитный крем и легкая одежда Хотя лосьоны и масла от загара рекомендуется здесь использовать постоянно И независимо от того, загораете вы на пляже, занимаетесь серфингом или плескаетесь в водопаде Самый высокий уровень ультрафиолета приходится на время с 9 утра до 15 часов дня В это время надо быть особо осторожными, а во избежание солнечного удара не забывать надевать головной убор Что касается самих пляжей, то в основной массе это частные территории с белоснежным просеянным песком Принадлежат они отелям или владельцам, примыкающих к морю вилл Хотя, конечно, есть Монтегабей и несколько городских с бесплатным входом пляжей При этом все они отлично подходят для занятий серфингом и дайвингом Тут же на пляжах можно прикупить и пару сувениров Привет! Меня зовут Чарли, я продавец сувениров У меня много различных ракушек и ожерелья Я сам за ними ныряю, поэтому у меня есть всякие раковины на любой вкус Мой друг Степли купил у меня вот эту ракушку Я предлагаю хорошие условия Покупаешь одну ракушку, вторая — подарок Никаких проблем Вся моя торговля построена на уважении и любви к моим клиентам Все хорошо, и я желаю всем только добра Ямайка — это страна, где нет никакого давления Ямайка — это земля, которую мы любим Благослови Бог Ямайку Эту раковину мы достали из моря три дня назад Посмотри, какой у нее цвет Красота Вообще, как мы заметили, даже когда валяться на пляже не в Магату Можно сменить обстановку и прогуляться по паркам отеля Здесь в неимоверном количестве цветут и благоухают всевозможные кусты А также встречаются вполне практичные и полезные растения Мы находимся сейчас под breadfruit tree Что в переводе на русский язык — это хлебное дерево Оно готовится элементарно просто Его плоды просто отваривают После чего получается непонятно жесткая масса И эту жесткую массу без соли, без каких-либо приправ в основном едят Это натуральная ямайская еда За внешним обликом пальм следят специальные люди Они обрезают засохшие листья, чтобы длинностволы и красавицы не портили общий вид Правда, то, как они взбираются на такую высоту, для нас так и осталось загадкой Эта пальма называется Королевская пальма Она достигает до 30 метров в высоту и больше Если мы обратим внимание на крону этой пальмы Почему ее называли королевскую? Потому что она напоминает такую корону, знаете, какую европейскую корону Которую мне пользовались европейские императоры Наталья Олд Ну а после шести вечера на Ямайке, как и везде на юге, уже начинает темнеть В это время, например, можно посидеть в ресторане, где повара угощают гостей настоящей карибской едой Превращая процесс приготовления блюд в огненное шоу А через несколько часов после ужина прогуляться по парку Посмотреть на красивый закат или отдаться в нежные руки массажисток Здесь вот делают массаж С замечательным видом на море С замечательных уголков, так сказать, карибской природы Нет, не две, три, пять симпатичных Ямайек Или, как сказать, жители с острова Ямайка Делаю две массажи Это все можете получить и вы, если приедете в сеть отелей Сандоус Бич Хотя, дабы не потерять форму от обилия вкусной и обильной пищи Массаж неплохо сочетать с занятиями в тренажерном зале Забава эта для гостей отеля бесплатная А сами залы открыты практически круглосуточно Каждый в сеть Сандоус можно заняться спортом Реально Проехали очень красивым, накачанным, загорелым Коя не будет Из общедоступных развлечений, конечно, заслуживают внимания следующие мероприятия В конце июля-начале августа в Монтега Бэй проводится Санфэс Один из двух крупнейших фестивалей Майки Это бешеные пляжные музыкальные фестивали с танцами для взрослых Также на острове в течение года проходят регаты Например, в феврале традиционная регата Пайнбел Кап Стартующая в Майами и финиширующая в Монтега Бэй А на улицах и лужайках города повсеместно устраиваются матчи в крикет Хотя некоторые туристы принципиально игнорируют большие шумные компании Предпочитая тихий, спокойный отдых Когда вы приезжаете на Ямайку, вы понимаете, что время останавливает свой бег Здесь вы можете остановиться и насладиться жизнью Может быть на один день, может быть на два, может быть на неделю И вы не будете думать о своих проблемах, вы не будете думать о своей работе Потому что здесь это все отходит на задний план Расслабившись от столь беззаботного времяпрепровождения Мы забыли про предсказания Буш-доктора И ситуация не заставила себя долго ждать Пока одни из нас осваивали тренажеры, а другие расслаблялись на массаже Паша решил искупаться ночью в море Морское ночное купание оказалось небезопасным Меня за руку тяпнула медуза Выглядит теперь вот это вот Как нам потом объяснили Плавающие на глубине большие медузы частенько ночуют у берега Но обычные нормальные люди, типа американцев и иных иностранцев По ночам в море не купаются Поэтому наши гиды никак не ожидали, что кто-то из нас по темноте полезет в воду И естественно не предупредили нас о возможности возникновения подобной ситуации В итоге два укола за 225 американских долларов Помогли нашему другу справиться с последствиями встречи с медузой Правда на целые сутки после этого он потерял дееспособность и пролежал в кровати Лучшими развлечениями в Монтега Бэй считаются Морской парк Монтега Бэй и подводный парк Мобэй Андерси Среди пляжей лидируют Москита Коув, Корнуол, Доктор Кейв Для любителей активного отдыха проводятся сплавы по реке Марта Браэ, Блэк Ривер и в районе Маунтин Вэлли А также пешие экскурсии по Голубым горам Мы находимся в той бухте, где высадился Колумб, когда он впервые, а впервые майку, рукуем во время своего второго плавания в новый свет На следующий день мы поехали в музей Колумба По пути немного в стороне от дороги располагается поместье Роуз Холм Известное благодаря легенде о белой ведьме Анне Палмер Будучи женой внучатого племянника, основателя поместья Джона Роуза Она отравила сначала его, а затем свела в могилу еще двух своих мужей После того, как четвертому кандидату на роль жертвы удалось бежать Ее нашли задушенной в собственной постели Местные жители уверены, что белая ведьма владела черной магией Вуду И после смерти до сих пор бродит по дому, как привидение Проверить это на себе нам не удалось, так как дом был закрыт Но может вам, если вы попадете на Ямайку, удастся увидеть хозяйку поместья во всей красе Поместье Роуз Холл было построено в 1770-х годах богатым плантатором Джоном Палмером Белая ведьма поселилась в доме с 1820 года Во время рождественского восстания рабов в 1831 году поместье было разрушено В 1966 году здание было восстановлено Все интерьеры воссозданы с помощью подлинного антиквариата 18 века Сейчас это туристическая достопримечательность Музей Колумба находится в 45 минутах езды от города На входе народ развлекает местная достопримечательность Дедушка Куст Человек два в одном За пять баксов поет, танцует и заодно рассказывает различные байки Рядом под сенью деревьев расположились торговцы сувенирами В основном это поднятые со дна морского раковины и различные поделки из них же В музее под открытым небом роль нашего гида за небольшие чаевые исполнил сторож Правда, по большому счету, весь его рассказ сводился к чтению надписей на табличках Эти предметы сплошные артефакты Вон там, видите, порт Именно в том месте пристал корабль Колумба, когда тот впервые прибыл на Ямайку Он с той стороны появился Здесь у нас есть старинная бочка для вина А это растение алоэ Оно помогает при солнечных ожогах Его соком натираешь обожженные места, и они заживают Вот старинные масляные лампы А это весы На них во времена Колумба взвешивали муку, рис или сахар Этому фонарю тоже немало лет Это специальная мельница для сахарного тростника Вы же знаете, у нас его много растет Так вот, при помощи этой мельницы в старину получали сахар В таких емкостях раньше хранили воду В глубинке еще можно встретить такие бочки для воды Идем дальше Вы, наверное, слышали, что на Ямайке выращивается кофе Blue Mountain Это приспособление использовали для перемалывания кофейных зерен Сейчас, конечно, его уже не применяют А эти большие весы сделаны для взвешивания бревен Ага, на этой мельнице выжимают лаймовый сок А вот это как раз и само лаймовое дерево Ну, этот колодец уже не используют Когда-то давно он служил людям Из него черпали воду, которую накачивали при помощи колеса Колесо крутится, вода льется Так, это водное растение барвинок Здесь написано, что из него готовили лекарства от лейкемии А при помощи вот такой вот молотилки для травы Перерабатывали растение на корм для скота Ну, что это такое, вы, наверное, и сами знаете Это каноэ И сейчас мы используем его, когда собираемся порыбачить Как на реках, так и в море Туристы любят на каноэ кататься Для них это экзотика Помните, мы видели бочки для воды? Их ставят в такой охладитель, кулер, чтобы вода оставалась холодной Этот ящик называется «Страмбокс» Что-то типа укрепленного сундука Такой прототип нынешним сейфом Его колонисты использовали для хранения различных ценностей Писем, бумаг, золота и так далее Вот это специальные весы для сельскохозяйственных целей На них обычно взвешивали бананы, когда везли на продажу Или на плантациях во время сбора урожая А такие телеги использовали для вывоза продуктов на рынке Сейчас подобные штуки тоже есть Еще у нас выращивают сахарный тростник Сначала его с плантацией к месту переработки вывозили на телегах А потом стали применять транспорт, работающий на бензине А это насос для бензина Тоже старый, наверное, начало прошлого века А вот так выглядел Колумб, когда прибыл на Ямайку Это его портрет Считается, что Ямайка была открыта Колумбом 3 мая 1494 года А уже в 1503 году экспедиция Колумба появилась здесь вторично Правда, на этот раз посещение острова было вынужденным Корабль Колумба потерпел кораблекрушение около берегов Ямайки И мореплавателю пришлось провести в окружении индейцев около года Племена, населяющие землю острова, не всегда были доброжелательно настроены И Колумбу приходилось применять недюжие способности дипломата И иногда даже колдуна, запугивая индейцев солнечным затмением В итоге все остались живы А в 1506 году Ямайка официально была отдана испанской короной семье Колумба Но в дальнейшем ее представители отказались от владения В обмен на титул и пожизненную пенсию А зря Мы находимся в той бухте, где высадился Колумб Когда он впервые открыл Ямайку Он был во время своего второго плавания в новый свет Здесь, собственно, изображен на этой картине сам Колумб И тех индейцев, которых он открыл на этом острове Индейцы здесь поселились тоже в 650 году до нашей эры Эти индейцы пришли из современной Венесуэлы, из долины реки Ореноха Музей под открытым небом «Парк Колумба» Работает ежедневно с 9 утра до 5 вечера Вход свободный За экскурсию придется платить отдельно Из музея мы вернулись в город и прогулялись по центру Монтега-бэй можно условно разделить на две части Первая – это туристическая зона Она располагается вдоль всей бухты И тянется от международного аэропорта до общественного парка с бесплатным городским пляжем Вторая – собственно сам город С жилыми домами, магазинами, церквушками и главной площадью Музей На Ямайке есть 7 общепризнанных национальных героев Которые боролись за свободу рабов Все они погибли в неравной борьбе с колонизаторами А благодарные потомки назвали их именами школы, парки, городские площади И везде, где только можно, воздвигли своим освободителям памятники Памятник одному из героев Ямайки Сэм Шарп Он был баптистский священник И при этом он был раб Работал на одной из плантаций В 1834 году он поднял восстание И это восстание, конечно, как и многие восстания рабов успехом не увенчалось И он был повешен прямо здесь На этой площади Тут же, недалеко от площади, находится центральный рынок Конечно, по сравнению с крафт-маркетом Твочериас Местный базар значительно уступает в размерах Но именно здесь мы нашли интересные сувениры из дерева Познакомились с их автором и пообщались с художником Растаманом Вот у меня на картине изображены Растаманы, играющие регги Да, я сам Растаман Я родился Растаманом Все эти вещи я делаю с детства Уже автоматически На вопрос, хватает ли им денег от продажи сувениров Все они ответили – нет Это только половина их дохода А чтобы учить детей, требуется немало денег Их они получают, как и большинство местного населения, от продажи марихуаны Это дерево аки Это такая специальная еда для рабов Ее привезли завтраки Но ее нужно уметь готовить Потому что если ее приготовить неправильно Тогда отравишься А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А Продолжение следует...